Для строительства новой подстанции правительство Севастополя выделило более 3000 квадратных метров. Из них само здание занимает 700. Сейчас в строении проводят внутренние отделочные работы, монтируют двери, устраивают отмостки, а также наружные инженерные сети. Объект готов на 80%. По контракту закончить стройку должны в декабре этого года, а получится намного раньше. И главное, не в ущерб качеству. Проект фактически завершен. Достаточно быстро и качественно отработал подрядчик. Уже к концу июня строительные работы здесь полностью будут выполнены. Мы сейчас переговорили. В принципе, где-то обычно для таких объектов месяц требуется для оформления всех бумаг, чтобы можно было уже начинать эксплуатацию. Я думаю, что постараемся с бумагами разобраться в более короткие сроки. В любом случае, к концу июня у нас будет новая подстанция современной скорой медицинской помощи, комфортабельная. А комфорта и медперсоналу и пациентам будет достаточно. В здании будут гардеробные рабочие и домашние одежды, душевые санузлы, помещения отдыха персонала и для приема пищи. Для машин скорой помощи установят два гаража на четыре места. Конечно, не забудут и про благоустройство территории. Оборудуют тротуары, дорожки, проезды. Будет и пандус для маломобильных граждан. Двухэтажная подстанция скорой помощи рассчитана на семь бригад. Будут как общепрофильные, так и специализированные. В состав каждой войдут водитель, врач и фельдшер. Подстанция будет работать круглосуточно. Обслуживаться здесь будут как взрослые, так и дети. Несчастные случаи, травмы, отравления, обострение хронических заболеваний, осложнение беременности и при родах. Скорая помощь будет во всех ситуациях. Такие подстанции в нашем городе не строили 40 лет. Это у нас новая подстанция. Мы ее ждем открытия. Просто с каждым днем мы считаем эти уже часы. Мы чувствуем, что скоро вот-вот она открывается. Это будет полноценная подстанция. Эта подстанция, она нам дает большие возможности, так как у нас будет уменьшаться плечо доезда, обслуживание ближайших регионов, включая мыс Фиолент, включая Камышовое шоссе. Подстанция скорой медицинской помощи – это первый объект грандиозного медицинского кластера, который будут возводить в районе Камышового шоссе. У него также должны войти онкодиспансер, инфекционка и больница скорой медицинской помощи. По больнице скорой медицинской помощи новости будут в самое ближайшее время. Поэтому готовы к тому, чтобы начать ее строительство. По, значит, соответственно, онкологическому центру тоже, в принципе, готовы. Ждем корректировки федеральной цельной программы. Проект уже зашел к нам сейчас правительство. Смотрим его. Правительство Российской Федерации выпускает. Тоже можем заключаться по контракту. А как вы знаете, теперь мы можем определять единственного поставщика самостоятельно, не через обращение к правительству Российской Федерации. По словам Михаила Развожаева, масштабное строительство ключевых объектов медицинского кластера начнется летом. А Севастопольский центр экстренной медицинской помощи в скором времени получит еще одну подстанцию. Она будет рассчитана на четыре бригады. Наталья Двойцина, Святослав Данилов, Деливер Меджитов. Новости Севастополя.